Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы с вами будем вместе читать и рассуждать над 12 главой этой книги. В этой и двух следующих главах приводится ответ Иова на речь Сафара, в котором, как и раньше, он сначала дискутирует с друзьями, а затем обращается к Богу и адресует свои доводы Ему вплоть до конца речи. В этой главе приводится та ее часть, которая адресована друзьям. И в которой Иов, первое, осуждает их слова о нем и суждения о его характере, с первого по пятый стих. Второе. Выражает полное несогласие с тем, что сказано о гибели нечестивых людей в этом мире, показывая, что зачастую таковые процветают. Это 6 по 11 стих. И третье. Соглашается с тем, что сказано о мудрости, силе и верховном владычестве Бога и о господстве его проведения над сынами человеческими и над всеми их делами. Иов подтверждает эту мысль и развивает ее. Об этом с 12 по 25 стих. И так идет первая тема. Иов осуждает их слова о нем и суждения о его характере. С первого по пятый стих. И мы читаем. Иов вновь возвращается к своей жалобе относительно нечестивого, который благоденствует, а также вновь будет себя оправдывать во всех этих отповедях. Ответ Иова на речь Сафара. Как бы надо найти слова для исправления сердца Сафара. Святые и праведные, они не просто возражали, они всегда искали какие-то слова в разумлении для тех, кому они возражали, на чьи вопросы и обвинения они отвечали. Его зовут Цофар Ха Наамати. В синодальном переводе – Цофар Наамитянин. И что же означает его имя? Цофар – это лучистый, рассветный, встрепенувшийся, бодрствующий. То есть есть основания предполагать, что этот человек может найти в себе какие-то внутренние силы для того, чтобы понять, что он неправильно себя ведет по отношению к Иову. Книга Иова – это книга страданий, которая объясняет, почему иногда бедствует праведной и благоденствует нечестивой. Эта книга особенно подходит к нашим временам, когда торжествуют одни и страдают другие. И здесь говорится – подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. То есть Иов не выносит им какой-то резкий приговор, он понимает, что есть какая-то правда в их словах. Когда имеет место быть какой-то конфликт между кем-то и кем-то, очень важно понять ту и другую сторону. И если нам озвучивают только одну позицию, эти люди ищут вражды, они стремятся к конфликту. Нормальные люди хотят понять и ту, и другую сторону, и таковые ищут примирения, мира и согласия. Поэтому, хотя эти люди выносят какие-то резкие суждения об Иове, он говорит – подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Блаженный памяти священник Даниил Сысоев пишет – первая часть ответа Иова Сафару, его советы, как и двух других друзей, они неприемлемы с точки зрения Иова. И отвечая, Иов сказал – подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Здесь отец Даниил предлагает нам другое решение. Это как бы издевка над этими людьми. Отец Даниил пишет – жестокая издевка. И есть такое представление, что этими словами он насмехнулся над ними, над их глупостью, сказав – вы, люди, и с вами умрет мудрость. Это подобно, как у пророка Иеремии 49.7, оскудела мудрость их, там смысл такой – протухла мудрость их. И подобное сказано в Псалтире – «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человек, и падете, как всякий из князей». Давайте посмотрим, что пишет Иоанн Златоуст. «Из этого следует, что разум присущ людям по природе. Подобно потребности есть». Вначале он говорит – «Неужели только вы, люди, пока я, человек, говорит, я могу разуметь то же, что и вы». По Златоусту, сказав, что с ними умирает мудрость, он просто сказал о людях, которым свойственно рассуждать. Он как бы предъявил претензию – я тоже человек и тоже имею право на некое рассуждение. Далее мы читаем третий и четвертый стих. «И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же. По смешищам стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал. По смешищам человек праведный и непорочный». Он говорит, что природа людей одинакова. «У меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас». Во время конфликта надо вспоминать о том, что люди с противоположной стороны, они такие же, как и мы. И очень важно, когда мы не расчеловечиваем своих противников. Обычно расчеловечивают врагов с одной целью, чтобы не испытывать угрызений совести, нападая на них, губя их репутацию, или физически просто убивая их. Но Священное Писание, в противоположность такой неправильной позиции, настаивает на том, что нельзя проливать кровь человека рукою человека, ибо человек создан по образу Бога. То есть Библия не расчеловечивает человека, другого человека, противника, которого ты хочешь убить, а наоборот подчеркивает его божественное происхождение. «И у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же. Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал. Посмешищем человек праведный, непорочный». В Евангелии от Матфея, 12 глава, 34 стих, сказано «Порождение и хиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злые, ибо от избытка сердца говорят уста?» И Иов говорит от избытка сердца. Он говорит то, что наболело, то, что он чувствует, своим сердцем, переживает своим сердцем. Он действительно стал посмешищем, хотя он всегда избирал путь праведности и шел этим путем. Пятый стих. «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». То есть, если человек в своем доме, ему не нужен факел. Ведь он дома, на своей кровати, в кругу своей семьи. И он не понимает острой необходимости факели, который приготовляется для людей, которые ходят в темноте. То есть, здоровый не может по-настоящему понять больного. И друзья Иова, хотя они сочувствуют ему, но они сочувствуют из глубины своего благодушия, спокойного состояния, хотя они беспокоятся за него. Но кто может понять такие муки, такие страдания, как человек, который все это претерпевает? Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, в своих моралиях на книгу Иова пишет, «Факел презираем в мыслях богатых». Что обозначено в этом месте под словом «богатые»? Если не гордые, которые не имеют никакого уважения к судье, который придет в то время, как они опухли от гордыни внутри себя. Ибо есть некоторые, кто по воображению не возносятся в гордости, но возносятся к ней же через дела милосердия. И если те, кто в то время, как они видят, что они переполнены земных вещей, не ищут истинного богатства Бога и не имеют никакой привязанности к вечной земле, ибо они думают, что для них достаточно того, что они накопили во временных вещах. Папа Григорий обращает внимание на то, что благодушное существование рано или поздно прекращается, а богатство создает иллюзию, достатка. И человеку может казаться, что это ему хватит на всю жизнь, но не так все просто. Далее 6 по 11 стих Иов выражает полное несогласие с тем, что сказано о гибели нечестивых людей в этом мире, показывая, что зачастую таковые процветают. Иногда действительно люди, будучи грешниками, не получают никакого возмездия при этой земной жизни. И мы читаем 6 стих «Покойные шатры у грабителей и безопасные у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих». Что значит «как бы Бога носят в руках своих»? Они такие самодостаточные, как будто не Бог поддерживает их существование, а они своими жертвами на храм поддерживают существование Бога. Здесь ирония в этих словах Иова, потому что каждый понимает о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. и если Он нам дает какие-то преимущества перед другими, то совсем не для тех целей, как мы думаем. Богатство это поручение от Бога, чтобы заботиться о других. Далее Иов восклицает «И подлинно спроси у скота и научит тебя у птицы небесной и возвестит тебе». В каком смысле? В том смысле, что скот, птицы, они не имеют никакого богатства, но они существуют. Это перекликается со словами Христа в Евангелии от Матфея 6, 26, когда Он говорит «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» То есть Он Бог, заботится и промышляет о всем творении. И если кто-то имеет больше, а кто-то меньше, Бог проверяет одних богатством, а других проверяет бедностью. Далее, с 8 по 10. «Или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские, земля». Действительно, земля, которая постоянно воспроизводит урожай, она обновляет свои силы. И это означает, что Бог вложил в нее такую возможность обновлять силы и плодородить из года в год. Рыбы морские, они приумножаются и приумножаются это та реальность, которая присуща им, ибо забота Бога касается и этих существ. «Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие, в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плати?» То есть, если Господь заботится о бесконечно малых существах и о существах огромных, о материальных объектах бесконечно огромных, то он заботится и о человеке. Древние иудеи считали, что сохранение видов свидетельствует об общем видовом проведении, то есть заботе, хотя в частном по отношению к особям суд бывает и это его рука делает все. Она же проявляет заботу о целом виде и она же судит что-то отдельное из целого вида, подвергая наказанием. Далее. Не ухо ли разбирает слова и не язык ли распознает вкус пищи? То есть здесь Иов как бы говорит, Бог так хорошо о нас позаботился, что он дал нам ухо, чтобы слышать и язык, чтобы распознавать вкус. и все это работает как отлаженный механизм. Святитель Иоанн Златоуст пишет, это означает следующее, если бессловесные знают это, то тем более мы наделенные разумом, а не только гортанью, чтобы есть подобно тем. Или же я не лишен разума, я знаю это, ибо подобно тому, как Бог дал нам гортань для развлечения пищи, так и разум для принятия решений и время для обретения знания. Здесь Златоуст обращает внимание на то, что есть время для обретения знания, это молодость и детство, то, что сопутствует, предваряет активную фазу в жизни человека. Далее с 12 по 25 стих Иов соглашается с тем, что сказано о мудрости, силе и верховном владычестве Бога и о господстве его провидения над сынами человеческими и над всеми их делами. Иов подтверждает эту мысль и развивает ее. И мы читаем «В старцах мудрость, а в долголетних разум». Старец это не обязательно очень пожилой человек. Старец это человек, который преисполнен мудростью, который порождается от богобоязненности. А вот эта фраза «и в долголетних разум», то есть тот, кто живет долго, он научается самой жизнью, что правильно, что неправильно. Далее 13 стих Иов рассуждает «И у него, то есть у Господа, премудрость и сила, его совет и разум». Он как бы говорит «И потому человеку не спастись ни мудростью, ни силой, если при всем при этом он не получит совета, наставления от самого Бога, который одинаково объемлит и наше прошлое, наше будущее и наше настоящее». 14 стих «Что Он, то есть Господь, разрушит, то не строится, кого Он заключит, тот не высвободится». Имеется в виду «Никто не откроет его заточение, если на то не будет воли Всевышнего». 15 стих «Остановить воды, то есть если кто-то сможет, и все высохнет, имеется в виду посевы, а порой Господь дает им волю этим водам без меры, и они размоют всю землю. То есть когда нет воды, плохо, когда ее слишком много, тоже плохо. И тот, кто обеспечивает равновесие между одной крайностью и другой, это Бог, и одно из имен Бога, Эль-Шадай, оно известно в православной традиции как пантократор, то есть тот, который уравновешивает все и обеспечивает космический порядок. «Остановит воды, и все высохнет, пустит их и превратят землю, то есть изменит ее характер, она вообще не сможет полдородить. у него могущество и премудрость, иначе говоря, в его руке сила и все сущее и в его власти человек, кто сам заблуждается и других в заблуждение вводит. Перед ним, то есть перед Богом, заблуждающийся и вводящий в заблуждение он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми». То есть Божья мудрость, Божья премудрость, она над всем и в глазах этой премудрости никто из нас не совершен. Он лишает перевязи царей, то есть украшенной перевязи и поясом обвязывает чесла их, то есть когда их ведут в плен, князей лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. буквально и смысл у старцев отбирает. Старцы умели выявить смысл и привести довод в подтверждение своих слов, но он может у них это отобрать, и они будут как бессловесные животные, как бы что-то говорят, но ничего невозможно понять. Сейчас многие политики, они что-то говорят, а мы не можем понять, о чем это. Далее, 21 стих и ниже. «Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет». 22 стих «Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, как бы обнажает смертную опасность, являет ее всем, умножает народы и истребляет их». Действительно, Господь очень промыслительно все делает. Один мой знакомый, он историк, он говорил, что после Великой Отечественной войны была очень сильная рождаемость, и особенно много рождалось мальчиков, и ученым казалось, что природа сама как бы регулирует те потери, которые имелись в мужском роде, чтобы как-то все возобновить. Но все это не без промысла Бога. Рассеивает народы, буквально расстилает их, расстилает, как бы раскатывает по поверхности всей земли, чтобы их умножить, и собирает их, буквально, и их направляет, имеется в виду, как бы к месту гибели. В этом стихе содержится повтор, как обычно, в речах обличительных, чтобы заставить человека запомнить и задуматься. 24 стих отнимает ум у глав народов, то есть у президентов, у царей, у князей, у парламентариев, имеется в виду в их войнах, в их войнах отнимается их ум, если они не находят решения, мирные, прибегают к оружию, это показывает именно то, что кого Бог хочет наказать, Он лишает разума. Нечто подобное в книге Иеремии 4.9 потеряется сердце царское и сердце предводителей, то есть они уже ничего не чувствуют, ничего не понимают, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути, то есть что значит где нет пути, дает им сбиться, Господь иногда попускает им поступать по их безумию, чтобы потом они поняли, что это для них ловушка, из которой они теперь не могут выйти просто так, нельзя войти в конфликт и выйти из конфликта, это не так легко, можно войти в конфликт, а выйти из него только ногами вперед, то есть в виде трупа, 25 стих, ощупь и уходят они во тьме без света и шатаются как пьяные, те, которые лишены Божьей поддержки и Божьей помощи. Такие цари и правители начала гибели собственного народа, как и сказано в книге Экклесиаста 8-9 «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». Итак, сегодня отцы, братья, сестры мы сделали обзор 12 главы книги Иова. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем делать обзор и читать 13 главу этой книги. «Бывает» «Бывает» Продолжение следует...